Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ и сегодня мы начинаем проходить с вами инди-хоррор Made of Scare. Игра вышла сегодня, какое сегодня число, 20, 20, 28 июля, не знаю что за игра, вообще без понятия, хорроры я люблю, есть сюжет, поэтому будем проходить, вроде как она не простая, но все что называется будем познавать при прохождении. Я тут немножко поколдовал с настройками, вроде как все работает, но мне не нравится только то, как работает в игре сглаживание, но возможно я ошибаюсь и дальше оно будет работать лучше, поэтому погнали, новая игра. Да, 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 удаляем. Так, легкий. Подойдет для новичков в жанре хоррора и тех, кто хочет поиграть без сложности. У игрока больше здоровья, враги слабее и менее агрессивны, много боеприпасов и аптечек. Средний. Для тех, кто хочет бросить вызов и получить сбалансированный опыт игры в жанре хоррор. Рекомендуется для большинства игроков, враги более чувствительны к звукам и очень внимательны, боеприпасов и аптечек мало, но они есть, враги могут задать вам хлопот, но не будут подавлять. Сложно для храбрецов, у которых хватает смелости показать свои навыки выживания. Смерть неминуема, вы не сможете поменять уровень сложности в процессе игры. Количество сохранений ограничено, враги появляются раньше и они намного сильнее. И враги будут беспощадно преследовать вас. Ну, на среднем будем играть, но смысл, я хочу больше сюжет. Если, опять же, средний уровень сложности будет создавать проблемы, то сбросим на легкие. Я так понимаю, это можно. Вроде как здесь какие-то ручные сохранения. О, поезд едет. Москва-Питер, наверное, да? Красная стрела. Мой дорогой Томас. Я вынужден написать не то, что хотела бы. Мой отец узнал о наших планах, любовь моя. Но это не все, есть кое-что еще, намного хуже, и я очень надеюсь, что ты поймешь, но боюсь ты решишь, что мой разум покинул меня. Мой отец, как мне кажется, пытается использовать меня так же, как раньше использовал мою бедную матушку. Он желает, чтобы я пела для него, как раньше пела она, чтобы привлечь клиентов в этот проклятый клочок земли. Из-за моего отказа он запер меня здесь, в отеле СКЕР. Я не могу рассказать больше, но умолю тебя поверить мне. Я умоляю тебя сочинить для меня мелодию, похожую на ту, которая играет в этом медальоне моей матери. Я понимаю, что эта просьба может показаться странной, что твоей первой мыслью будет прийти сюда. Да, но без этой мелодии вся надежда удержать то зло, которое собирается здесь, будет потеряно. Твоя любовь навеки, Элизабет. Так, прекрасно. Папаша нас запер и заставляет петь. Дебил, как есть. Дебил. Еще не какой-то шизоидный папаша. Пади, наркоман какой-то. Но мы все поймем, я думаю. То есть, это отель. Только чистое сердце может петь. Обосраться. Обосраться. Мэйзов СКЕР. В этот момент надо было схватиться за сердце. Используйте фонографы для сохранения игры. Ну, окей. Это что? Это А. Ноты Тома 7. Да, забыл сказать, я буду как обычно играть с геймпада. Ну, давайте повращаем. И что эти ноты нам дают? Ну, повращали мы их. А что там написано? А я не вижу, что там написано. Мы взяли их с собой? А, они у нас в инвентаре. СКЕР Айланд. Земля СКЕР. Я просто в английском не силен. Это что такое? Первый класс. Ну, короче, я не бедный, да. И я не бедный ни разу. А как это взять? Никак это не берется. Так, надо чувствительность на геймпаде... Уменьшить. А то что-то он какой-то прям бешеный-бешеный. Ну, так будет, я думаю, лучше. Ну, тут ничего, да. Что это? Так, эта карта недоступна. Примечания. Фонограф. И так, понятно. Это меню. А, как это взять? Это что, никак не берется, что ли? А, то есть взаимодействие для взаимодействия должна загореться иконка. Ну, окей, игра, окей. Что это? Боже, срань какая. Это что такое? Что за запасы? Что проверить? Музыкальный медальон. Ну да, давайте повращаем этот медальон. В котором мелодия. И ноты. Хорошо. А почему здесь все на полу лежит? И почему я без рюкзака? Так, отсюда? Это закрывается? Это не закрывается. Так, давайте сейчас посмотрим этот... А тут нету, что ли, раскладки? Ползти включи. Ну, а как ползти? Ну, наверное, игра мне расскажет. Это что, наша эта, да, приехала? Красная стрела, Москва-Питер. Ну да. Видимо, да. Черт побери. Я еще вертикальную синхронизацию выключил. Ничего так. А что это за звук? А что это за звук? Как будто газ работает. Как будто газ откуда-то, вернее, пропускает. И что, и нахрена сюда зашел ее? Непонятно. Скирайланд. Да, выключи, если это не то. Это тоже не то. Так, это... Ага. Я не могу забрать, да, этот саквояж? А если... Ну нет, ладно. Меня несколько смущает, что наш саквояж остался там. Мы что, без саквояжа? Что это вообще такое? Ну-ка. Скирайланд. Айриш Си. Иришское море. Да, это море, в котором плавают голые иришки. Я так думаю. Это земля скеров. А шоу-то скеровичи. Вот, наверное, так, да. Угу. Так. Какое же отвратное сглаживание в игре. Боже мой. Просто отвратное. Если включить... А, ну понятно. Бежать. Ну, игра нас будет учить. Это неплохо. Скажем ей спасибо. Учитывая, что мы, большую часть, уже многое сами освоили. Так, это у нас Ингланд, что ли? Грейт Бритон. Торопиться никуда не будем. Зачем? Я думаю, это не надо. Это же хоррор. Неспешно такой. Привет. Столб. Это че? Наверное, надо в это постучать. Ой, постучать. Позвонить. А, нет. Это просто какая-то хрень бутафорская. Это че такое? Так. Grand Reopening. Scare Hotel. 30 октября 1897 года. Градиозное повторное открытие. Отель Scare. Специальное выступление. Элизабет Уильям. Че? Элизабет Уильям. Новая скерская дева. Дочь знаменитой и поющей сенсации. Prudence. Prudence Уильям. Наслаждайтесь исцеляющим. Да елки-палки. Че ты так быстро убираешься? Ну. Исцеляющим спокойствием и целебными водами. Мы соски. 30 октября 1897 года. Как мамашу звали? Ну-ка. Prudence Уильям. О, мать твою. Запомнить надо. Prudence Уильям. Ну какая же всратая графика. Господи. Как же здесь все всрата. Но это инди... Прости мы индюшатине. Эти грешки. Beware of the dog. Наверное, осторожно злая собака. И че? Я хотел сказать, что это собака из Beware, наверное. Это не собака из Beware. А как сюда зайти? Игра не хочешь мне это сказать? Ой, че? Я так и буду здесь шарахаться, как полудурошный? А это что? Ну-ка, может быть, надо... Давайте тогда. А так он прыгает? Нет, он не прыгает. Ну не может же быть такого, чтобы сюда нельзя было зайти, правильно? Наверное, вот так надо. Тропочка тут вот есть. Тропочка какая-то. В ведьме из Блэр лес такой был. Покрасивше, конечно. Деревья были покрасивше. Сейчас какая-нибудь мерзкая псина откуда-нибудь вылезет. И в самом начале нам тут же попусает яйца. А я очень этого не хочу, чтобы у нас был главный герой без яиц. И вот так и будут звать. Безъяичный герой, да? Герой с яйцами восьмятку. Тихо, игра, с ума не сходи. Что это за звуки? О боже мой. О боже мой. Ты слышишь эти часы? Ты слышишь эти часы? Ноты. Колонн кал? Что? Колонни стыкали стыкал? Ооо. Это чтобы я пообрымчал? Чё, да, наверное... А, можно выйти. А почему он такой засранный, этот отель? Я чуть не понимаю. Это так задумано, что ли? Чё-то как-то странно всё это выглядит, если честно. А ну-ка, поиграем. И что это даёт мне? Может быть надо ноты достать? Да нет, он бы, наверное, показал. Мы приобщаемся к прекрасному, насколько я понял. Этот граммофон, видимо, сохраняет, как и писали. Да. Сохранение. Ну. И это было в немалой степени благодаря моей новообретённой славе и удаче, что мы могли открыть отель с Керри, приступить к благотворительной работе, которая... Мама? Мама! Дорогая, разве ты не видишь, я записываю? Что я тебе говорила? Никогда не беспокоит тебя, когда дверь закрыта. Прости, мама. Ну, ничего страшного не произошло, запишу ещё раз позже. Но раз уж ты здесь, моя дорогая, почему бы тебе не спеть для меня? Конечно, мама. Освещай свою земную сестру. Всю ночь напролёт. Робертину Лоретти, первая часть симфонии для скрипки с Шостаковичем, с оркестром. Всё? Ну, это, наверное, моя... Это, наверное, моя свекровь не составит. Так, получится. Мать-жена, это кто? Свекруха, да? Я хер знает. Я в этих причинно-следственных связях нихера не разбираюсь. А может, сейчас можно побромчать? Игра, иди нахер, короче. Я тут не буду сидеть и сольерить. Сочинять. Здравствуй, срань. Я не понимаю... Знаешь, чего? А что в этом отеле? Кто вообще в этот сральник приедет? Она мне пишет какое-то письмо, что якобы кто-то её заставляет печь. А кто на эту санину, в эту сратую приедет? Слушайте, я не пойму. Призраки, что ли, какие-то? Я не понимаю. Я пока не улавливаю логики. Всё это очень странно. Ну ладно, идём. Идём, идём, идём. У меня же от этой мерзкого неработающего сглаживания глаза режет. Но если включить ТА, будет просто лютое мыло. Лютейшее мыло. Так. Здесь, наверное, никакого лута нет. Здесь, наверное, всё так будет в локации, насколько я понимаю. Что это такое? Это что за фонтан дружбы народов? Это... Я не понимаю, что это такое. Моего героя это нисколько не смущает, что ли? Что это? Мы куда-то пришли. Хер пойми куда. Подожди. А, вот. Хорошо. Мне показалось, что здесь какая-то псина прыгала. Кто-то гавкнул. Гавкнул. Ну, в смысле, кто-то гавкнул. Собака гавкнула. Белка ж не могла гавкнуть или заяц. Не, ну, с другой стороны, если здесь был разлив ядерных отходов, то могла и белка гавкнуть. В принципе, чего нет-то? Всякое может быть. Это ж ядрёный хоррор. В котором всё должно быть страшно. Что это? А, мне чё? Собачка? Собачка, ну ты где? Ну, покажись, наверное, в конце концов. Ты ведёшь себя как говнецо. Ну, давай. Ну, вот мы идём куда-то с тобой. Как дела? Чё нового, интересного? Рассказывай, не стесняйся. Как настроение? Какие успехи? А, это мы обошли, получается, что ли? Или подожди. Да, это мы обошли. Не понял я. Видимо, да, это мы обошли. Комары пошли в жопу. Ну, это всё то же самое. То есть, чё они хотят сказать, что... А, ну стоп. Здесь уже никакой надписи нету. Предупреждающий о том, что злая собака. Хер его знает. Я не понимаю, если честно. Идём быстрее. Потому что всё это очень странно. Так. Этого я не... Ну, давай, чё ты дышишь, как будто у тебя был групповой секс активный такой, жёсткий. Пробежал-то, хер да ни хера. Комары пошли в жопу. А я не могу сюда зайти, там, экспертизу какую-то провести, ещё чё-то. Так. А это что? Сюда можно зайти? Можно. Это что такое? Пол наперёд? А, close it open. Это ворота открыть. Мой литературный английский меня прям очень сильно радует. Очень радует. Ну, давай, да. На Bia Shock Infinite, по-моему, похожая анимация. Хотя они все одинаковые, в принципе. Музычка ничего так доставляет. Это он и есть? Грант. А, Великая Переобининг. Да. Новое открытие получается. Новое открытие. А что это за машина? Это моя возлюбленная так поёт? Здесь ничьи, трупешники не плавают? Нет, не плавают. Ну, значит, не всё печально. Я думаю, ты видишь, да, вот на лестницах вот это всратое сглаживание. А у меня вообще-то мультисеплинг, избыточная выборка на максимум и включена. Вообще не понимаю, почему оно не работает. Эй, будет мыло, ёлки-палки, лютое. Но. Вот мы и пришли. Пошёл в жопу, комар. Просто пошёл в жопу. И. Что это? Цель обновлена. А где мне ознакомиться с целями? Ответьте на звонок. Ага. Цель у нас ответить на звонок. Необычная для хоррора цель. Никогда в хоррорах не просили ответить на звонок. Боже, какое же лютое мыло. А? 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 Там никакого фонарика нету? Вот. Я приехал. Да. Мне пришло письмо о том, что моя любимая там в какую-то ж... В какую-то жопу угодила. И чё, меня вот всё происходящее никак не смущает? Мне кажется, что нет. Я бесстрашный спецназовец. В этом отеле давно уже ничего не происходит. Кого я хочу... Кого я хочу из какой беды вызволить? Интересно мне знать. Карта. И чё это? Первый этаж. Окей. Это я уже понял. Телефон заткнись, не беси. А ну-ка. В хоррорах надо дверь закрывать. Первое правило. Мы этому правилу следуем. Тихо. Там кто-то был? Интересно. Это кто? Телефон заткнись. Светлой памяти Пруденс Уильямс. А ну это, короче, свекровь моя. Скерская дева пусть... Что? Скерская дева пусть твоя песня живёт вечно. Что это за звуки? Я не про телефон. Телефон я слышу, не кричи, я отвечу. Да, отвечу я, отвечу. Про честь. Так, речь Исаака на грандиозном повторном открытии. Генеральная репетиция грандиозного повторного открытия 22 октября 1897 года. Подготовка большой физгармонии. Зачёркнуто нанять большего... Нанять большего персонала. Проверка звука. Так, ну это перечень тех мероприятий, которые надо было сделать. Посмотришь потом, почитаешь это на паузе. Это на самом деле не проблема. Так, примечания. Что за примечания? Это я почитал. Подожди, стой. Примечания. Так, это... Так, 20 октября. Так, понятно, понятно, понятно. Мой сок, ой, аж со мной. Ну-ка нажмём. Заткнись, телефон. Больше тут, я так понимаю, ничего я не увижу. Дальше туда идти смысла никакого нет. Потому что мы не ответили на звонок. Да, мы не ответили на звонок. Ну, давай. Это Томас, Элизабет. Это ты? Что выбрать? Томас? Мой Томас, ты не представляешь, как прекрасно слышать твой голос. В письме ты писал так странно как-то очень. Ну, хорошо. Я молилась, чтобы оно дошло до тебя. Я надеялась, что ты придёшь. Я знаю, что моя просьба могла показаться странной. И боялась, что всё напрасно, что всё уже изменилось. Подожди, Томас, послушай меня. Вместе мы сможем положить конец всему этому. Мой отец записал песню на медные цилиндры. Это странная мелодия, которая дурманит разум. Если проиграть все цилиндры вместе над физгармонией, то это безумие прекратится. Ты должен найти и принести их мне. Цель обновлена. Короче, обычная история. Дай, возьми, иди нахер принеси. Так, ну-ка. Так, понятно. Короче, диалоги можно не выбирать, а но автоматически говорить о цели. Хорошо. Найти все цилиндры и принести ей. Сама она это в силу каких-то причин сделать не может. Мы будем дудить какие-то цилиндры, для того, чтобы прекратить то сумасшествие, которое здесь царит. Окей, хорошо. Принято. А с ума сходит здесь папаша. Так, смотрим цель. Найдите цилиндры в отеле. Обследовать отель. А-а-а. Вон оно что, Михалыч. Нам надо обследовать отель. И искать цилиндры. Ну, пойдем, 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 пойдем. Да. Что это такое? Угу. Ну-ка. Сюда подойди кто-нибудь. Почему здесь горят св... Горят свечи. Я не понимаю. Честно говоря. Почему это происходит? Здесь что, открыто? Интересно. Так, это все закрыто, да? Сейчас мы туда пойдем. Ну, понятно, все как положено. Мерцающий свет. Так. Тихо. А это что? У меня какой-нибудь фонарик есть с собой? Хорошо, это хорошо. Что здесь только одна дверь рабочая, чтобы мы куда-нибудь не туда зашли. То есть она открывается, и вариант забрести куда-то не туда исключен. Люблю такую линейность. В играх это проще, гораздо проще. Ну, ладно. Идем. Цилиндры искать. Это вот оно и есть, да? Grand Reopening. Большое пере... Что это за звуки? Окей. Так. Reception. Туалет. Так. Стойка и туалеты. Правильно? Да, стойка регистрации. Ну, пойдем по канону. Чувак, стойки регистрации. Это что такое? Я ни хера не вижу. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не меньше сделать, она прям очень яркая. Подожди, подожди, куда ты пошла? Вот так, я думаю, нормально будет. Вот так ничего. Это вообще темень какая-то лютая. Это что такое? А, это я обошел стойку. Но это стойка регистрации есть, понятно. Что это такое? А, офис менеджера. А это что? А, это я взял карту. Найдите цилиндры и в отеле. Обследовать отель. Да, понятно, это у меня карта. Ну понятно, понятно. Так, елки-палки, уже надо думать о том, как заканчивать, потому что здесь же не автосохранение. Ну ладно, у нас еще время есть, в принципе. Я думаю, что-нибудь появится за это время. Это туалет, насколько я понимаю, да? Да. Ну в туалете вряд ли что-то будет. Здесь ничего не открывается. Ладно. Хорошо. Что? А, здесь я ключ нужен. Ну это по мотивам Resident Evil. Чапл. Угу. Стойка, ресепшн. Это не надо. Нам это не надо. Ну и здесь мы идем тогда, получается, прямо. Чапл, часовня? Да. Что за часовня? Что за часовня? Тихо. Это что, граммофон? Блин, комаров просто ужас. Мешают атмосферой наслаждаться. Но здесь мы сохранимся чуть-чуть позже. Главное, мы это место нашли. Еще туда чуть вперед пройдем. Посмотрим, что там. Это что такое? Крюк, наверное, чтобы вешаться. О, это что? Так, открываем. Тихо. Выпустите меня. Ради всего святого, выпустите меня. Кто он? Пожалуйста. Он заперт. Помогите. Кто здесь? Кто вы? Меня зовут Омас Эйванс. Генри. Генри Хьюз. Вы должны вытащить меня. Скорее. Мы должны открыть эту дверь. Конечно. Меня интересует. Почему вы так считаете? Они явные мерзавцы. Они пытаются похитить меня. Пожалуйста, поспешите. Сделайте что-нибудь. Я постараюсь найти ключ. Что? Нет, не покидайте меня. Они могут вернуться в любую минуту. Сделайте что-нибудь. Я не могу сломать ее со своей стороны. Я вернусь и найду ключ. Понял? Подождите. Нет, они идут. Кто идет? О, господи. Пожалуйста, не надо. Нет, не делайте этого. Я сделаю все, что угодно. Ни хера себе. И вот он что изнасил. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Куда вы меня тащите? Что? Что вам нужно? Интересное шапито. И за что ему вломили? Непонятно. Абсолютно непонятно, за что ему вломили. Так. Странный отель со странными комнатами. А это что? Я не закрыл дверь. Я нарушил правила хоррора. Это что такое? Музыкальная кукла. И что это кукла? Какие-то особые... Приметы на ней есть? Или что она что-то... Проливает свет эта кукла? Я слышу напряжение. Это что такое? Тихо, 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 тихо. А это что? Я от этого света не сгорю? Да нет, не должен вроде. Мне кажется, какие-то звуки слышу. Кто-то дышит тяжело. Тут не удивительно, тут по почкам бьют. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Не-не-не-не. Да, уже надо заканчивать по времени. Сейчас-то вернемся в ту комнату, сохранимся. И-и-и-и будем это исследовать уже в следующей серии. Все эту дичь непонятную. Так, это чувак, которого здесь забили. Подожди-ка. Подожди-ка. Стоп, стоп, стоп. Где? Я не понял, где эта комната была с сейвом? Здесь. Она была? А, да. Зеленая. Ну, видимо, это зеленая дверь. Это, видимо, значение такое. Это что-то вроде этого. Как я в Ковторе издентывала. Знак того, что в этой комнате можно засейвиться. Мне так кажется. Все здесь безопасно. Будем знать. Что за черт? Опять эта мерзкая дворнярская здесь. Отец, она все еще страдает. Вот и все. Она скучает. Сейчас у нее появится причина пострадать. А ну иди сюда, шавка. Авраам? Авраам? Куда делся мой никчемный братец? Отец, пожалуйста. Пожалуйста. Она просто скучает по маме. Авраам! Авраам! Я избавлюсь от этого пса раз и навсегда. Собака скудит. Мерзавец. Что я могу сказать? Мерзавец. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал на паблик на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.